История нового времени. Тема США до середины 19 века. Рабовладение, демократия, экономический рост. Каким образом и в результате каких событий появились Соединенные Штаты Америки? В США в начале 19 века. В конце 18 века жители первых 13 штатов населяли территорию в 200-300 миль от берега Атлантики. В середине 19 века границами США стали два океана. Некоторые территории США покупались. В 1803 году они купили у Франции Луизиану, огромное пространство за рекой Миссисипи. В 1825 году Россия добилась от США признания действительнейшего права владения значительной частью побережья Тихого океана и Аляской. Однако в 1867 году продала американцам эти далекие суровые края. Другие земли американцы захватывали, уничтожали или сгоняли со своих мест индейские племена, вели войны против соседних государств. В 1819 году США вынудили Испанию отказаться от Флориды. В 1823 году была провозглашена доктрина Монро, одностороннее заявление президента США Монро, в котором отрицалось всякое европейское вмешательство в дела западного полушария и предъявлялась претензия на его превращение в сферу влияния США. Также была провозглашена концепция невмешательства США во внутренние дела европейских стран. Эта доктрина вам на многие десятилетия вперед стала служить обоснованием экспансии, захвата чужих территорий и экономического и политического подчинения других стран в Латинской Америке. В 1845 году к ней добавилась доктрина предопределения судьбы, по которой присоединение новых территорий объявлялось миссией, якобы врученной американской нацией свыше, божественным провидением. Так обосновывалась война с Мексикой 1846-1848 годов, в которой та потеряла около половины своей территории. А США получили Техас, Калифорнию, Нью-Мексико, Юту и Неваду. Внешнеполитические условия развития США являлись очень благоприятными. От беспокойной Европы с ее войными революциями их отделял целый океан, а ближайшие соседи были слабы. Поэтому США не истощали себя в войнах и мало тратили на армию, до начала 60-х годов XIX века составлявшую лишь 12 тысяч человек. Гигантские просторы манили переселенцев из Европы. В 1820-е годы в американские порты ежедневно прибывало около 14 тысяч мигрантов, а в 1850-е годы около 260 тысяч. Благодаря этому в течение XIX века население США приблизительно каждые 27 лет удваивалось. Особенностью США была высокая социальная и пространственная мобильность, подвижность населения. Породвигаясь вверх по общественной лестнице, американец не сталкивался со словными пережитками, как в Европе. Огромную роль играл фронтир, граница незаселенных земель на Западе. Куда человек всегда мог отправиться в поисках лучшей доли. Благодаря гигантским земельным просторам, поглощавшим все новые массы людей, США оставались преимущественно сельской страной. В 1860 году в деревне проживало 60% населения. Однако успехи промышленного переворота обеспечивали быстрый прирост городского населения. Экономическое развитие. Промышленная революция в США началась около 1815 года. Ведущей стала текстильная отрасль, обладавшая важным преимуществом. Хлопок производился непосредственно в США и был дешевым из арабского труда. С 1817 по 1837 год производство тканей выросло в 77 раз. Благодаря изобилию водных ресурсов на начальных стадиях промышленной революции в США энергии воды использовалось даже больше, чем энергии пара. Эпоха железных дорог началась в 1830 году. И за следующие 30 лет их длина достигла 50 тысяч километров. Больше, чем в остальном мире вместе взятом. Помимо железных дорог строились каналы. Особенность значения имела рытье почти 600-километрового канала Эри в 1825 году, связавшего Нью-Йорк с районом Великих озер и способствовавшего его превращению в важнейший экономический центр. Сельское хозяйство существовало в исключительно благоприятных природных условиях, поскольку большую часть США занимали равнины с умеренным и субтропическим климатом и плодородной почвой. Великие равнины называли хлебной корзиной Америки. Один из поселенцев писал, земли здесь столь жирны, что пальцы остаются сальными. Особенностью США стала ранняя механизация сельского хозяйства. Во многих мелких крестьянских хозяйствах Европы использование различных машин и механизмов было экономически мало оправданным, но в относительно крупных фермерских хозяйствах США не приносили выгоду. Самым известным механизмом была жадка Маккормика, активно использовавшаяся в освоении Запада. Как выразился один из американских политиков, благодаря изобретению Маккормика, линия цивилизации каждый год сдвигается на 30 миль западнее. Развитие сельского хозяйства шло двумя путями. На севере преобладали фермерские хозяйства, на юге – рабовладельческие плантации. В Европе крестьяне часто страдали от малоземелья, но в США практически каждый американец имел возможность получить значительные земельные владения. Однако этому препятствовала проблема рабства. Политическое развитие и проблема рабства в США являлись крупнейшей в мире республикой. Более быстрыми, чем в Европе, темпами шла политическая демократизация. Однако она не затрагивала полностью бесправных рабов. В первые десятилетия XIX века многие штаты отменили имущественные цензы, понизили допустимый возраст избирателей. Политическое лицо страны определяли две партии, несколько раз менявшие свои названия. Особенно быстрыми темпами политические изменения проходили с конца 1820-х годов, в период джексоновской демократии. В демократии, когда президентом был Джексон. Годы жизни 1829-1837. В середине 1850-х годов оформилась двухпартийная система демократов и республиканцев, по-разному относившихся к проблемам рабства. Почти сто лет своего существования США являлись рабовладельческим государством. В 1860 году чернокожие рабы составляли около трети населения 15 южных штатов. К этому времени собственниками 4,5 миллионов рабов было 382 тысячи белых, то есть реально рабами владела только каждая четвертая белая семья. Крупными плантациями, где использовался труд, более 200 рабов обладали лишь 254 семьи. Проблема рабства, как морального зла, позорного пятна в стране, которая объявляла себя воплощением свободы, демократии, волновала довольно незначительное количество людей. И на севере, и на юге преобладали расистские взгляды, согласно которым чернокожие в лучшем случае считались людьми второго сорта. Даже на севере они не пользовались равными с белыми правами, были запрещены межрасовые браки, велось раздельное обучение, широкое распространение получили предрассудки об умственной физической неполноценности черных по сравнению с белыми, об их нравственной распущенности и склонности к преступлениям. Многие не верили в возможность сосуществования двух рас и видели выход в вывозе чернокожих обратно в Африку. Этим занималось специально созданное в 1816 году американское колонизационное общество. Эту идею поддерживала и часть аболиционистов, отменителей, выступавших за ликвидацию рабства. Одним из лидеров аболиционизма являлся Гаррисон, предлагавший ненасильственные методы борьбы против рабства. Другие, как Браун, выступали за применение насилия. В 1859 году он захватил Арсенал в южном штате Виргиния в надежде поднять восстание рабов, но потерпел неудачу и был казнен. Одним из самых успешных начинаний аболиционистов стала знаменитая подземная железная дорога. Система тайной помощи, которая позволяла переправить на север бежавших с плантации рабов. Но и противники рабства часто не считали черных равными белым. Поэтому причины гражданской войны в США были связаны не столько с положением чернокожих, сколько с рабовладением как экономическим явлением, а также с политическими и культурными особенностями развития США. Рабство в США при внешнем сходстве с античным в реальности было связано с развитием капитализма. Именно благодаря промышленной революции в Англии и самих США резко вырос спрос на хлопок. С 1790 по 1860 год его производство увеличилось в полторы тысячи раз за счет роста плантации и изобретения Уитни, эффективной хлопко-очистительной машины. Являясь в конце 18 века лишь одним из укладов, к середине 19 века рабство превратилось в основу экономики южных штатов. Интересы плантаторов южан отражала демократическая партия. На севере тон сначала задавали торговые и финансовые круги. Торгуя хлопком, они были тесно связаны с рабовладельцами. К тому же существовала близость интересов между фермерами севера и плантаторами юга. Например, и те, и другие были заинтересованы в низких пошлинах на ввозимые из Англии промышленные товары, в то время как фабриканты севера хотели защитить свое производство высокими пошлинами. То есть до определенного времени рабовладельцы могли рассчитывать на поддержку части северян. Но времена менялись. С успехами промышленной революции торгово-финансовую верхушку стала оттеснять промышленная буржуазия, представленная республиканской партией. Так плантаторы потеряли одну из важных опор на севере. К тому же по мере освоения западных территорий между фермерами севера и плантаторами юга постоянно возникали конфликты из-за новых земель. Должны ли они быть рабовладельческими или свободными? Тем самым и на общность аграрных интересов с фермерами рабовладельцам приходилось рассчитывать все меньше. Конфликту между севером и югом подталкивало и сильно развитое региональное самосознание, ощущение своей обособленности, характерное особенно для юга. Широко распространенным являлось противопоставление гордого и благородного южного джентльмена, с одной стороны думающего только о наживе северного янки, с другой. Как выразился о северянах, один из южан – это сборище чумазых механиков, грязных рабочих, полоумных теоретиков и нищих фермеров, недостойно общества слуги южного джентльмена. Гражданская война 1861-1865 годов. Несмотря на нарастание противоречий, открытый конфликт удавалось долгое время сдерживать с помощью различных компромиссов. Так, в середине 1830-х годов в США действовал принцип Кляпа – негласная договоренность между ведущими партиями – уклоняться от обсуждений темы рабства. С помощью компромиссов контролировалось и соотношение сил между рабовладельческими и свободными штатами. Одно из таких соглашений было заключено в 1820 году. Отныне новые штаты принимались в союз на условиях равенства. Одному рабовладельческому соответствовал один свободный. Первые располагались южнее широты 36 градусов 30 минут, вторые – севернее. Но споры в 1854 году о том, куда должны относиться новые штаты – Канзас и Небраска – привели в дальнейшем к войне между Севером и Югом. После избрания в 1860 году президентом противника рабства Линкольна 1860-1865-й 11 южных штатов заявили о своем выходе из состава США и создании отдельного государства – конфедеративных штатов Америки. В 1861 году началась война, проходившая в два этапа. До 1862 года ее главной целью являлось восстановление единства США. Линкольн так и заявлял «Моя высшая цель в этой борьбе – спасение Союза, а не спасение или уничтожение рабства». Затем проблема рабства все же вышла на первый план. При известии о начале мятежа на юге Линкольн потребовал от штатов собрать территориальные войска – 75 тысяч человек для его подавления за три месяца. В реальности эти три месяца превратились в четыре года самой кровавой войны в истории США. В ней погибло около 620 тысяч человек. Это число превышает число жертв, которые американцы понесли в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. К началу войны Север более чем в два раза превосходил Юг по численности населения, обладал несравнимой с ним промышленной мощностью. Однако южные джентльмены умели лучше общаться с оружием и располагали множеством талантливых офицеров по главе с генералом Ли. К тому же они были уверены в том, что защищают собственную землю и свой образ жизни от агрессии Севера. Немало жителей Северных Штатов сочувствовали южанам, считая рабство естественным состоянием негров. Одни тайно торговали с Югом, другие шпионили в его пользу. Но южане так и не дождались более важной поддержки. Они просчитались в своих надеждах на помощь Англии. Текстильные фабрики, которые зависели от хлопка южных штатов. Благодаря большим урожаям предыдущих лет склады Англии были переполнены хлопком. Английские фабрики проработали на старых запасах достаточное время для того, чтобы посадить больше хлопка в Египте и Индии, затем использовать его. Определенную пользу принес северянам визит двух русских эскадр в Нью-Йорк в 1863-1864 годах. В Петербурге опасались, что в связи с польским восстанием 1863 года дело может дойти до войны с Англией. И в этом случае русским кораблям было бы лучше действовать на просторе Атлантики. В США же этот визит истолковали как поддержку северян. Морской министр даже записал в дневнике «Господь благослови русских». Испытывая военные неудачи и стремясь добиться более существенной поддержки населения северных штатов, Линкольн и Республиканская партия в 1862 году приняли Гомстед-акт, позволивший радикальным образом решить аграрный вопрос. Одновременно Линкольн наносил тяжелый удар по позициям рабовладельцев и обеспечивал поддержку своей политики со стороны широких масс американцев. По этому закону любой гражданин США старше 21 года мог стать обладателем участка в 160 акров, около 64 гектаров, уплатив лишь небольшой регистрационный сбор. После пяти лет пользования участком он переходил в полную собственность владельца. Этот закон отвечал желаниям большей части населения страны, фактически блокировал распространение рабовладения на любые новые территории. В 1862 году Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов Южных Штатов, чем обеспечил северянам их поддержку. Принятая в 1865 году 13-я поправка Конституции полностью запрещала рабство на территории США. Сама война носила некоторые новые черты, практически неизвестные в прошлом, но ставшие типичными для войн будущего. Из-за увеличения огневой мощи, лежащая в укрытии пехоты, часто оказывалась предпочтительнее кавалерия. В России происходила усиленная мобилизация для целей войны материальных и человеческих ресурсов. Обе воюющие стороны были вынуждены ввести всеобщую воинскую повинность. Война не только велась против армии противника, но и затрагивала гражданское население. Так Шерман, один из самых известных генералов-северян, применял тактику выжженной земли, ссылаясь на опыт гражданской войны. Он позже, во время франко-германской, франко-прусской войны 1870-1871 годы, упрекал немецких генералов в том, что они умеют побеждать, но не уничтожать врага. Для этого нужно больше гари от сожженных деревень. Во время гражданской войны активно использовались концентрационные лагеря для военнопленных, некоторые из которых превратились в настоящие фабрики смерти. Так, в результате чудовищных условий к содержанию издевательств в лагере конфедератов, Андерсон-Виль погиб каждый третий. В 1863 году в тяжелом сражении у Геттисберга северяне перехватили уезжан стратегическую инициативу. Год спустя Шерман, уничтожая все на своем пути, совершил марш к морю через штат Джорджия. После падения столицы конфедерации города Ричмонда обескровленный четырехлетней войной юг в апреле 1865 года был вынужден капитулировать. Гражданская война закончилась. Победа промышленного капитализма север над рабовладельческим югом устранила последствия препятствия для развития буржуазных отношений в США.